В столице Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. На этот раз участники соревновали знания иностранных языков. Как школьники трудились над произношением, выясняла Юлия Важенина. Нихао, дуйбуцы, вуаньи. Вот, пожалуй, несколько слов, которые я знаю на китайском языке. Но эти школьники определенно знают больше. Олимпиады по китайскому языку в столице Чувашии проводятся во второй раз. В этом году свой уровень языка решили проверить четыре столичных школьника. Теория и практика Олимпиады по китайскому языку проходила в два этапа. Сначала школьники выполняли задания по грамматике, знанию иероглифов, истории Китая. А сегодня у них практическая часть. Они подготовили презентацию ток-шоу на определенную тему, распределили роли, нашли аргументы. На все про все участникам давалось 50 минут. Затем дискуссия, разумеется, на китайском языке. Китайский язык довольно сложный, поскольку в нем очень много иероглифов. Их несколько десятков тысяч. И даже сами китайцы знают не все иероглифы. Подумала, что китайцев все-таки один миллиард. Наверное, это очень полезный язык. И так и его начала изучать. Если Олимпиады по китайскому языку в этом году проводятся второй раз, то продемонстрировать свои знания испанского школьники могли впервые. Федор Белов свободно говорит на испанском благодаря программе. И по обмену школьников он целый год жил в Уругвайе. А интерес к языку у него появился, как только он впервые услышал испанскую музыку. У них очень зажигательная музыка. Ты слушаешь, и у тебя просто начинает внутри все трепетать действительно. И хотелось понимать, о чем они поют вообще, что говорят. И поэтому, когда мне предложили Уругвай, я не думаю, согласился. Испанский не единственный язык, которым владеет Федор. Он знает еще и английский. Следующий на очереди у него китайский. Возможно, уже через год мы увидим его в числе тех, кто пробует свои силы в знании языка Поднебесной. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.